Общественная организация «Свидоми» продолжает следить за тендерными закупками коммунальных предприятий и структур Одесского городского совета. Активисты с сожалением констатируют, несмотря на изменения в законодательстве и пристальное внимание общества, а также регулярное обращение в контролирующие органы, городской совет продолжает темнеть с тендерами. Такой вывод сделали активисты, проанализировав тендерную документацию мэрии за 2015 год. Больше всего вопросов к Департаменту образования и науки. За 2015 год эта структура приобретала различные продукты питания для городских образовательных учреждений. Всего было потрачено почти 200 миллионов гривен бюджетных средств. Активисты «Свидомых» отмечают, что тендеры разыгрывали только три фирмы, а победила в основном одна – проект «Инвест-21». Она победила в 26 тендерах. Активисты присмотрелись к везучей фирме внимательнее. Мы сравнивали цены, за которыми укладывались договоры с ценами аналогичных закупов, которые проводились другими замовниками, а также с ценами, зазначенными в мониторинге Держконстату. У результате таких подрахунок можемо припустить, что, как минимум, при укладании договоров по вказанным 26 тендерам на переплате, местный бюджет города Одессы потерял 19 115 022 гривен 40 копеек. И это только та сумма, которую мы смогли проверить. Во всех тендерах на покупку питания, в которых участвовала компания «Проект Инвест-21», утверждают активисты организации «Свидомых», городские структуры покупали продукты по повышенным ценам. Например, масло сливочное фасованное. Сумма тендера – более 10,5 миллионов гривен. При подсчете вышло, что один килограмм стоил почти 100 гривен, тогда как, по данным Госкомстата, на тот момент почти 90 гривен на рынке. В итоге переплатили почти на более 800 тысяч гривен бюджетных денег. Плохо искали подходящего поставщика. Если мы сравниваем данную покупку по маслу с аналогичной покупкой, которая была бы сделана другим замовником, а самым украинским дитячим центром «Молода гвардія», то им один килограмм такого масла, наголошу, технічные характеристики співпадают, обійшовся в 51 гривню за килограм. А это в перераховании на закупивлю, яку было здействовано Департаментом освіти и науки Одеської міської ради, можно допустить, что переплата склала 4 985 064 гривен. Активисты также отмечают, в тендерные договоры регулярно вносились изменения. Согласно законодательству, вносить изменения в договор действительно можно, но с оговорками. Если цена на товар колеблется, то ее можно менять в договоре поднять до 10%. Но это увеличение не должно привести к общему увеличению суммы, прописанной в договоре. В закупивле цукру внесено 11 змін. Максимальная количество змін до договора – это было 25 змін в один договор, предметом закупивли, которого становилось постачание рыбы. Минеконом-розвитку листом надав розъяснення щодо кількості. Это может быть несколько, но несколько мы не можем перерывнять до 25, або даже до 10. Проект «Инвест» в деякій мірі став монополістом на продуктах харчування, постачальником продуктах харчування для закладів освіти. Учитывая эти подозрения, юристы организации «Свідомі» уже обратились в соответствующие органы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова